Здравствуйте, с вами Дара. Сейчас я вас ознакомлю с лекарственными свойствами терпентинового дерева. Для этого я буду использовать материалы из книги Алексея Петровича Попова, которая называется «Лекарственные растения в народной медицине». Книга издана в 1969 году. Терпентиновое дерево. Семейство анакардиевых. С лечебной целью применяют терпентинное масло или скипидар. Скипидар – жидкость с едким запахом, добываемая из терпентинового дерева. А в нашей стране – из сосны. Терпентиновое дерево растет на побережье Средиземного моря. Из него под сочкой добывают смолу, подобно тому, как добывают сок из березы, содержащую 12-14% эфирного масла, из которого и вырабатывают скипидар. В научной медицине скипидар применяют довольно широко. Главным образом, как наружное средство для растираний при невралгии, ревматизме, а также для вдыхания при бронхитах и других заболеваниях легких. При болезнях печени и почек скипидар противопоказан. В народной медицине скипидар используют при заболеваниях органов дыхания и при радикулите. Радикулит хорошо излечивается по методу фельдшера Лаврова, одобренному ученым медицинским советом Смоленского областного отдела здравоохранения. Больному делают компресс из кислого ржаного теста и плотно его обертывают. Через час компресс снимают и больное место натирают скипидаром. Достаточно трех таких сеансов по одному разу в день. Кроме того, в народе рекомендуют периодически употреблять скипидар внутрь при алкоголизме. Начинают с 5 капель, постепенно добавляют до 30 капель, а затем постепенно уменьшают это количество. Способ применения для вдыхания 10-15 капель скипидара на стакан горячей воды. Лекарственные травы и растения, корни и плоды Вы можете купить в нашем интернет-магазине. Ссылку смотрите в описании. Будьте здоровы!